Свяжем сегодня самую красивую резинку с косами. Раппорт этого узора состоит из четырех рядов. И давайте приступим. Начинаем вязать первый ряд раппорта. Кромочная петля снимается без провязывания. Следующая петля изнаночная. И дальше начинается раппорт. Вяжем косичку с поворотом на левую сторону. Для этого две петли перемещаем на правую спицу без провязывания. Следующие две петли провязываем лицевыми петлями. Одна, вторая. Затем я левую спицу вдеваю в те петли, которые не были провязаны. Вытаскиваю из четырех петель спицу и сразу же вдеваю спущенные петли. Затем провязываю две петли лицевыми петлями. Одна и вторая. Вот первая косичка готова. Дальше идет изнаночная петля. И сейчас вяжем косичку с поворотом на правую сторону. Поэтому нитка будет спереди. Две петли снимаем на правую спицу. Провязываем две лицевые петли. Одна, вторая. Потом сзади вдеваем левую спицу в эти перемещенные петли. Вытаскиваем из четырех петель правую спицу и сразу же вдеваем спереди в спущенные петли. Нитку перемещаем назад. Провязываем две лицевые петли. Одна петля, вторая петля. И вот готова косичка с поворотом направо. Дальше следует две изнаночные петли. Одна, вторая. Две лицевые петли. Одна, вторая. Две изнаночные петли. Одна, вторая. Опять две лицевые петли. Одна, вторая. Две изнаночные петли. Одна, вторая. И далее начинаем повторять тот же самый раппорт с самого начала. То есть провязываем сначала одну косичку, вторую и так далее. Я нарисую схему, чтобы вы могли по ней ориентироваться. Вот я довязала до конца. Переворачиваю работу на другую сторону. Во втором ряду кромочная петля снимается. И все петли провязываем так, как видим. То есть изнаночные петли провязываются изнаночными петлями, а лицевые провязываем лицевыми петлями. Это такой несложный второй ряд. Второй ряд провязан. Переворачиваю. Будем вязать третий ряд. И он тоже очень-очень простой. Кромочная петля снимается. Все петли как видим, так и вяжем. Изнаночные петли изнаночными, лицевые петли лицевыми петлями. До конца ряда. Ничего сложного. Третий ряд провязан. Переворачиваем. И это будет уже четвертый ряд. Четвертый ряд тоже несложный. Тоже все петли по узору провязываем. Где изнаночные, там у нас изнаночные. Где лицевые, там у нас будут лицевые петли. Четвертый ряд я провязала. Переворачиваю на лицевую сторону. Вот что получилось. И в дальнейшем просто повторяем. Сначала с 1 по 4 ряд. Это моя любимая резинка. Она очень эластичная, очень красивая. И подойдет для шапочек и для свитеров. Нажмите на колокольчик и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!